Ну, во-первых, поскольку сегодня пародия, то пародия. А во-вторых, я так смотрю, очень популярен вертинский. Значит, пародия, естественно, на вертинском. Многие из нас знают Танечку Шума. И знают, что она очень-очень увлекается йогой. И вот я представил себе, как бы это было, если бы Танечка жила во времена Александра Вертинского. И между ними был бы роман. Вот. Итак, мадам, уже падают листья. Тарам-тарам, тарам-тарам, тарам-тарам. А помните, как за десертом Сидели вы в летнем саду? Художник стоял за Мольбертом И что-то кричал как аду. Внесли ананасы в шампанско, И скрился допитый бокал. И в пьяном угаре цыганском На ушко я вам напевал. Мадам, уже песни пропеты, И нечего больше сказать. Какое волшебное лето, Зачем же так долго терзать? И пусть вы в душе недотрога, Видал я таких недотрог. Мадам, покажите мне йогу, И я буду ваш вечный йог. Тарам-тарам, тарам-тарам. И взглядом, пронзив меня строго, Сказали вы, милый пьерот, Я вам покажу свою йогу. Но что скажет муж? Фига-от. Сменялись портеры, портьеры, И осень в календаре. И как-то за час до премьеры Я вас повстречал в октябре. Мадам, уже падают листья, И нету в саду, как аду. Художник давно пропил кисть И съехал в двадцатом году. А я вспоминаю немного Несбывшийся тот адюльтер, Где йога, мадам, ваша йога, И мой попугайчик Флоу-бэр. Ну а теперь очень маленькая игра. Многие поймут, собственно, о чем речь. Кто из вас помнит, какие были цены на спиртные напитки в 60-х годах? 3,62. 2,87. 2,87. Это пол-литра, а чекушка в то же время. Рубль сорок девять. Точно. Ребята, а знаете ли вы, что если стоимость чекушки, руб сорок девять, Возвести в степень стоимости пол-литра, То получится число Пи. Хотите верьте, хотите нет. Действительно, получается 3, 14, 0, 8, 3, 1, 1, 5, 6, 0. То есть близко число Пи. Вот. Итак, Бавада в ученом черном колпаке и числе Пи. Эпиграф. Милорд, не печалься, бывает и так, Что умным в беде помогает дурак. Маршак и король и пастух. Это графа лучше, да? Дромчич. Это громчич. В городе Икс, за горами, морями, Жил математик с тремя сыновьями. Старший любил математику очень. Средний любил ее так, между прочим. Младший был мало похож на папашу. Бодку любил и буфетчицу нашу. Как-то наследством своим озабочим Вызвал отец на рейс единочий. Выдал старинной чеканке монеты и приказал. До начала рассвета Нужно без циркуля и без линейки Вычислить Пи до рубля и копейки. Тот, чье решение окажется краше, Жену получил буфетчицу. Глаш. Черный колпак и стограмм на похмелье. Так он сказал и ушел в свою кельню. Время пошло, и в раздумье над кодом Каждый своим отличился подходом. Старший задание счел несуразным. Пи не бывает для разного разным. Средний был в том не уверен, Но все же быстро смекнул, Что беречь дороже. Младший задул догоравшую свечку, Выпил, пикнул и вернулся на печку. Думая час, и не видя просвета, Старшие братья пошли за советом. Всех обошли этой ночью бессонной. Были у Крулев, у Бенецонов. Стыдно сказать, даже сам Ломоносов Не избежал полуночных расспросов. Еле успели домой до рассвета, Где их отец дожидался с ответом. Старший вздохнул и сказал, Виновата. Ночи на брата отец маловато. Средний добавил, Косясь под скамейку. Кабы нам циркуль, Да кабы линейку. Младший сын вышел Нетвердой походкой. Помния старые цены на водку, Если налить пол-литровую кружку И возвести в ее степень Чекушку, То по тем ценам выходит, Однако, в точности пи, Вплоть до третьего знака. Встал тут отец, Преподнес ему чашу, Черный колпак и буфетчицу Квашу. Долго не думая, Свадьбу сыграли мы же, Добрались до главной морали. Чтобы получить чье-то сердце и руку, Нужно мучить Прикладную Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!